Экстрабау! Вы смотрите самый народный топ в мире топ 5D5 и веду его я, ваш любимый видеоблогер Ли Хейтер Кей. И сегодня у нас такой очень скользкий топ. То есть это топ про людей, которые достаточно популярны, но у них есть хейтеры. Потому что, как мы знаем, с большой популярностью приходят как фанаты, которые у них безусловно есть, так и хейтеры. И мы попытаемся залезть в голову к этим хейтерам и объективно подумать, за что можно ненавидеть того или иного блогера, которые будут в сегодняшнем нашем топе. Голосовали за них, кстати, вы. И в этом списке, вот он, там был и я. Но, блин, я не попал, к сожалению, в топ, потому что я бы с удовольствием сам бы себя разнес в своем же топе. Поэтому, если ты хочешь, чтобы в следующем топе 5 ютуберов, которых ненавидят, был я, ставь лайк под это видео. Если наберем 100 тысяч лайков, то я сделаю вторую часть. Ну или миллион просмотров, тогда я тоже сделаю вторую часть. И туда я засуну сам себя на экстра место, вне зависимости от голосования зрителей. Я же знаю, что ты хочешь, чтобы я разнес сам себя. Итак, перед тем, как начнем, еще можешь зайти в мой инстаграм, LeeKFuture. Ссылка на него есть в описании. И подпишись. Ну а мы начинаем топ 5 ютуберов, которых ненавидят. Let go, let go, let go, let go. Существует такой вид риторики, который называется популизм, и его чертовски обожают политики. Суть его заключается вот в чем. Говори то, что народ хочет услышать, даже если ты так и не думаешь на самом деле. И самое главное, говори, но не действуй. Действие тут совсем не обязательно. Я сам собственными глазами видел, как работают некоторые политические партии. Приходят пиарщики к мужику в пиджаке и говорят, слушай, чувак, у тебя понизились рейтинги, нужно бы их повысить. И мужик в пиджаке спрашивает у пиарщиков, типа, что сейчас волнует народ? Ну ему говорят, типа, вот сейчас плодятся секты, народ против сект, в общем, все недовольны. И мужик в пиджаке говорит им, напишите в газетах, что я против сект. И все, то есть он не будет с этим бороться, он дальше будет сидеть в своем кабинете в пиджаке, зато в газете написано, что он против сект. И народ скажет, какой он молодец, вот этот вот депутат, да, вот этот вот мужик в пиджаке, он против сект. Так вот, пожалуй, популизм это одна из главных вещей, за которую можно ненавидеть Николая Соболева. Место номер 5. За что мы любим Николая Соболева, мы уже множество раз вам рассказывали. Давайте теперь попытаемся проникнуть в голову к его хейтерам и узнаем, за что его ненавидят. Версию с завистью отметим сразу, да, безусловно, множество людей просто ему завидуют и поэтому придумывают про него всякие гадости. С этим разобрались, пойдем дальше. Поехали! Популизм, популизм, популизм. Кстати, я уже говорил, популизм. Все, что делает Соболев, это озвучивает популярные в народе мнения. Детские самоубийства, это очевидно плохо. Молодец, Коля, ты человек с позицией. Но как же так получается? Я смотрел эти видео и думал, ну нахрена ты это делаешь? Зачем? Малолетка отдалась парню на вписки, а потом написала на него заявление. Как же подло она поступила! Молодец, Коля, мы все точно так же думаем. Проблема популистики в отсутствии настоящей позиции, либо в ее сокрытии. Ладно, если с детскими самоубийствами позиция противоположная, осуждающей неприемлемо по дефолту, то есть множество тем и позиций, которые Соболев никогда не озвучит, по-честному не озвучит. Когда был движ касательно глупых студентов, которые не могут ответить на школьные вопросы, Соболев занял опять же популистскую и однобокую позицию, мол, как же стыдно и позорно не знать ответы на вопросы из школьной программы. Сам Соболев, кстати, их неплохо знает, признаем очевидно. Но черт побери, это все равно однобокая позиция. Просто представьте один пример. Вы подходите к ученому-ядерщику и спрашиваете, в каком году Лев Николаевич Толстой написал повесть «Мать». Он, допустим, не отвечает на этот вопрос или отвечает неправильно. Кто посчитает этого профессора глупым человеком? Кто скажет, мол, караул, уровень знаний населения деградирует? Да никто не скажет, все все поймут. Я давал уже развернутый комментарий, кстати, по этому поводу. В описании под видео есть ссылка, можете кликнуть и послушать. И это, кстати, был комментарий для выпуска Соболева. Я предполагал, что он подойдет к теме однобока и решил дать ему более разноплановое мнение. Но он все равно подошел к теме достаточно поверхностно. И моя ошибка в том, что я разбирался-разбирался, да не доразбирался. Некоторые хейтят Соболева за... Сейчас внимательно слушайте. За поверил в себя. Есть вот такое выражение «Чувак поверил в себя». Что это такое, сейчас объясню. Благодаря его крестной маме с фамилией Шурыгина, Коле удалось хайпануть в короткий промежуток времени. То есть, как и любому ютуберу, ему повезло в какой-то момент. Да, именно повезло. Нам всем просто повезло. Конечно, мы не лежали на диване и что-то делали для того, чтобы нам повезло. Но все равно нам повезло. Кто бы что там не говорил с умным лицом, мол, я всего сам добился. Ага-ага, бла-бла-бла. Так вот, выстрелили монументальный магнум опус в выпуске с Шурыгиной. И Соболев поверил в себя настолько сильно, Что стал делать новости без пруфов. Ивангай-наркоман. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Конечно, знаешь. Ты же Николай Соболев. Ты либо даешь пруфы, либо не говоришь такую новость вовсе. Не надо так. Так можно штамповать новости сколько угодно. Ларин, американский шпион. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Милена Чижова, внебрачная дочка Виктора Цоя. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Дружко-рептилоид. А, нет, плохой пример. Так новости не делаются. Хотя, кого я обманываю? Именно так они повсюду и делаются. Ну и на закуску. Колю часто хейтят за милый, скромный нарциссизм. Но любит мальчик себя. С кем не бывает, отстаньте от него. На четвертое место наши зрители поставили канал Китай Бугага. За что его можно хейтить? Сейчас попытаемся разобраться. Место номер 4. Я вот прямо решил спросить у людей в нашей группе. Так что же плохого в канале Китай Бугага? Вот что сказал народ. Его ненавидят за то, что он разговаривает со зрителями, как с маленькими детьми. Мол, хе-хе-хей, ребята, приветик всем. Сейчас мы будем одевать презерватив на бутылку Кока-Колы. И посмотрим, что из этого выйдет. Если я в течение 5 минут не соберу этот Мегаминкс, то будет такое, значит, наказание. Завтра я должен буду выложить видео, где я нахожу какашку и касаюсь эту какашку пальцем. Ну, может, он так говорит как раз таки потому, что его преимущественно и смотрят маленькие дети. Много обвинений было касательно плагиата, а также откровенной лжи. Вроде той, что когда он завел кота, то сказал, что это сын Куки из Сливки Шоу. Ребята, это ребенок Куки. Для тех, кто не знает, Куки это кошка, которая снимается на канале Сливки Шоу. Ну и его знаменитое «Я завязываю с Ютубом, я покончу с собой». Спойлер, он продолжил снимать видео и не покончил с собой. По сути, хейти детский канал не такой уж и камильфо. Да и зачем к нему вообще как-то серьезно относиться? Пусть себе распиливает вещи раскаленным ножом и крутит спиннеры. Дети такое любят. Мне вообще кажется, что этот канал самый лайтовый из сегодняшнего топа в плане того, за что его можно хейтить. Жанр такой. Покупай кучу вещей, экспериментируй с ними и смотри, что будет. На Ютубе есть целая масса подобных каналов. И снимают они одно и то же. Кто с кого там что украл, уже не разобраться. Проще просто не смотреть. Хотя не дети и не смотрят, а дети не будут слушать меня. Почетное третье место среди ютуберов, которых ненавидят, занимает мой хороший приятель Дмитрий Ларин. Ну что ж, приступим. Место номер три. За что только ненавидят Ларина. Коллеги по цеху ненавидят его за критику в их адрес. Фанаты коллег по цеху ненавидят Ларина за то, что он критикует их кумиров. Хейтят его и за откровенные фейлы. Когда он позиционировал себя как стендап-комик, говорил, что Хованский плохо шутит, но сам терпел фиаско на своих выступлениях. Его перформансы на Версусе добавляют крема в торт ненависти Ларина. Пятнадцатый год! Пятнадцатый год! Пятнадцатый год! Это важно! Ларина также хейтят из-за некоторой его позиции. От чайлдфри до вегетарианства. Хотя с последним он завязал, и за это его тоже стали хейтить. Мол, Ларин, ты же говорил, что ты веган, а теперь вот стал есть мясо. Кто это? Это вегетарианская шарапа. Шарапа, видишь? Вегетарианская шарапа. Вижу. Его критикуют и за музыкальные потуги. Если Коля хейтер выстрелил, и типа надо было остановиться, то вот остальные его попытки музыцировать были все хуже и хуже. Ненависти становилось все больше и больше, только есть один нюанс. Если для многих ютуберов ненависть это стресс и что-то действительно плохое, то для Ларина это пища. Весь его образ построен на том, чтобы вызывать ненависть. В этом и есть суть Дмитрия. В любом творческом жанре, будь то музыка, кино или литература, есть персонаж, который живет тем, что вызывает ненависть по отношению к себе. Это часть его творческой инсталляции. За что еще можно ненавидеть Ларина? Я сказал в рифму на нашем с ним баттле. Смотри его на канале Ларина. Далее у нас по списку Феромирчик. И главная его проблема это в том, что он заигрался. Чересчур заигрался. Пора остановиться. Точнее, уже поздно останавливаться. Осталось только подвести итоги. Место номер два. Однажды майнкрафтер Феромир решил, что больше не хочет играть в виртуальную игру, а хочет играть в игру настоящую, жизненную, полную эмоций и сопелек. В итоге он запилил сериал про свои приключения. Биф со злагором, хейтеры поджигают его дверь, Феромира убили, Феромира слеп и все в таком духе. Что я здесь делаю? Сперва это было весело. Некоторые особо упоротые школьники верили, что все происходит по-настоящему. И даже скидывали Феромиру деньги на лечение глаз, которые на минуточку типа ослепли. В то время, как спустя несколько видосов, Феромир уже радостно хлопал своими якобы ослепшими глазками и все прекрасно видел. Зато денежки на типа лечения уже собраны. Я не знаю, как дальше жить. Первый момент, когда уже можно было сказать, пора остановиться и желательно извиниться. Но нет, Феромир шел дальше. Драма со Злогором продолжилась и закончилась на Витфесте в Питере боксерским поединком. Финал? Пора остановиться? Нет, Феромир продолжал свое реалити-шоу. Появились уже и девушки. Начался самый настоящий Дом 2 с видосами в прямом эфире, но всем уже было все равно. Кредит доверия зрителей был успешно просран. Сейчас, прямо сейчас, я еще раз хочу подчеркнуть. Нас могут просто убить. Кроме хейта к Феромиру, ничего не осталось. Все его видосы на канале по сей день стабильно набирают больше дизлайков, чем лайков. Рука Дона Симона осветила его и сделала свое дело на тренировках Фиры. О, да, дружок, ты уже смотришь на меня и такой думаешь, блин, неужели у Ликея тоже есть спиннер? А это не спиннер, это гироспиннер. И знаешь, в чем его отличие от обычного спиннера? В том, что у него один центральный подшипник, и его лучше можно калибровать. Плюс со временем у него не вытекает масло из подшипников, да? Так как эта штучка еще новенькая, никто не знает, что у спиннеров со временем масло начинает вытекать и пачкать руку и одежду. У гироспиннеров такого нету. И плюс они крутятся до 4 минут. Я сам проверял, у меня секундомер показал 3 минуты 30 секунд, там 31 или 32 секунды. В общем, классная штучка, успокаивает нервы. Видеоблогерство это все-таки такая нервная работа, поэтому если хочешь себе такой же гироспиннер, ссылка на него есть в описании. Заходи, налетай, покупай. Скидка по промокоду DAY5 50%. Ну и на первое место наши зрители поставили девушку. Да-да, не удивляйтесь. Ведь именно она в последнее время была в центре различных сомнительных новостей. Вот ее и запомнили. Итак, первое место Саша Спилберг. Первое место! Итак, за что люди ненавидят Сашу Спилберг? Ну, про контент говорить смысла нет. Да, он для девочек, да, в нем есть реклама, но тут не за что особо зацепиться. Кто-то же должен снимать контент для маленьких девочек. Ну, а реклама есть у всех блогеров. Людей больше раздражает то, что Саша появилась в Госдуме. Ну, типа, снимай ты свои видосики на Ютубе, развлекай своих подписчиц. Но выступать с трибуны в Думе? Ты серьезно? Нет, я молодец. Что ты знаешь о политике? Зачем ты туда лезешь? Если уж блогеры и нужны в политике, хотя они там, безусловно, не нужны. Но, тем не менее, Саша Спилберг это не тот блогер, которого мы хотим видеть говорящего с трибуны Думы. Я не сильна в политике, названиях партий и прочем. Где же глаз народа? Где выборы блогеров в Думу? Почему народ сам не может решить, какой блогер будет представлять Ютуб-движ в Думе? Или тут все точно так же, как и в большой политике? Народ ничего не решает, и все уже решили за него в кулуарах. Хотя, по большому счету, блогеры в Думе не нужны и не должны быть. Но еще появился этот стыд под названием совет блогеров. И я дико рад, что большинство ютуберов просто проигнорировали эти приглашения, потому что они понимают, что никому они там нафиг не нужны, никто не будет их слушать, и что их будут просто использовать как ретрансляторов нужных мнений. Ах, пора остановиться. И вы смотрели самый народный топ в мире, топ 5, дай 5, и вел его я, Али Хейтер Кей. И сегодня я попытался разобраться, за что некоторые люди ненавидят некоторых ютуберов. Подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы наши видосы приходили тебе первому. А также ставь лайки под это видео. Я уже сказал, если наберем 100 тысяч лайков, я сделаю вторую часть, где возьмем еще 5 ютуберов, и попытаемся разобраться, за что их можно ненавидеть. И плюс на экстра месте буду я. Я разнесу сам себя в пух и прах. На этом все. Можете написать, кстати, в комментариях, за что вы ненавидите или наоборот любите. И можете сказать, типа, эй, Али Кей, ты вообще не прав. Про тех или иных ютуберов, про которых я сегодня говорил. Все, я пошел. Бааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа! Я буду чертовски рад, если это видео наберет либо миллион просмотров, либо 100 тысяч лайков И в следующий топ 5 ютуберов, в которых ненавидят, попаду я И я расскажу вам, за что можно ненавидеть меня Также предлагаю посмотреть вам 10 невероятных природных явлений И сыграть в новый выпуск игры «Правда или ложь?» Знал ли ты, зачем нужна капча?